Финальный галоконцерт двух городских конкурсов «Крылья и ступени» подвёл итог большой плодотворной работе, которая для многих из этих ребят измерялась не только месяцами, но и годами. Кто-то из них во время отборочных этапов получил шанс раскрыться и показать себя как личность творческую и очень талантливую. Кто-то рос на этой сцене, переходя от фестиваля к фестивалю. От этапа к этапу, повышая уровень хореографического, инструментального, вокального мастерства. Это дало опыт, это, конечно же, трясущиеся руки перед выступлением, это новые эмоции, это знакомство и это хорошее впечатление. В заключительный самый яркий и запоминающийся этап из 115 творческих номеров, прошедших во второй тур, было отобрано 36. Бесспорно, здесь, в центре молодёжного творчества, ребята-конкурсанты волновались вдвойне. Если раньше на двухотборочных этапах им нужно было представить себя в лучшем свете, удивить своими способностями, то в этот раз очень важно было не опустить высокую планку, заявленную ранее. Сегодня самый волнительный у них этап, потому что они уже выступают на большой сцене, 450 зрителей, родителей, учителя, директора школ, я вижу, тут очень много к нам на концерт пришли. То есть это будет праздник и ответственность, конечно, большая. Мы надеемся, что тем более в этом году у нас год культуры, поэтому в этом году мы надеемся, что помимо этих фестивалей мы расширим диапазон мероприятий, где могут и должны показывать свои таланты наши дети. Пока на сцене шло выступление, на репетиционных площадках атмосфера по-особенному волнительная и напряжённая. Ведь каждый выход на сцену – своего рода экзамен. Экзамен на профессионализм и музыкальность. Экзамен на умение работать с залом и каждым его зрителем в отдельности. И тот, кто сможет пройти все эти испытания, получит право называть себя настоящим артистом. Бесспорно, все участники галоконцерта уже достойны большого уважения. Они смогли перебороть свои страхи и заслужить почётные награды, которые организаторы вместе со спонсорами подготовили для всех финалистов. Однако для этих юношей и девушек самыми ценными были и будут искренние аплодисменты от самых преданных поклонников – зрителей. Интересно, ты всё время куда-то ездишь, получаешь какие-то эмоции. Ну, это как просто нравится. Кстати, именно Алиса Коляда стала обладательницей гран-при конкурса. Бесспорно, для неё, как и для многих других участников финала, эта покорённая вершина станет ещё одной ступенькой на пути к звёздному Олимпу.